Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Поярковым, тот художник, который можно победить каждого. Конечно, хочу начать с того, что очень много сейчас появилось писателей в соцсетях и у меня в комментариях на моем YouTube-канале, которые говорят «А что же ты нацкорпус когда-то забросал резиновыми свинками Порошенко? Не прости мы, не забудем! Стоп! Камон, бэйбис!» Я поговорил с Андреем Белецким, которого я знаю достаточно давно, и мне кажется, я нашел, я нашел решение этой проблемы, ну, для тех, для кого это проблема. Есть прекрасный выход. Надо, чтобы штаб Порошенко закупил такой ящик резиновых свинок, чтобы лично Петр Алексеевич вместе там с Ирой Герасимовым можно цеголка пригласить с Гарковенко, чтобы они пришли к Белецкому, там, к Жорину, к Тамарину, к нацкорпусу и забросали их тоже резиновыми свинками. Все! Один-один. Мы квиты, вопрос решен. Ребята, я поговорил с Белецким и я понял, что он, как никто другой в этой ситуации, понимает ту всю глубокую разницу между прилетом 120-й и резиновой свинки. Ребята, разница настолько велика, что я вообще не понимаю, о чем мы говорим. Всем патриотам нужно объединяться. Не ковыряться в носу, не ковыривайте, козявку какой-то прошлой обиды. Все, есть общая проблема. Вот это зеленое чудище со своей командой ворюх и проходимцев, которые сейчас сидят на банковой, да и не только, они всюду сейчас сидят. И грабят страну, грабят нас, наш бюджет. Они грабят, они наше будущее воруют наших детей. О чем какие разборки? Надо, чтобы там и Ярош, и Белецкий, и Тягныбок, и Порошенко в 7 месяц, да и Яценюк с Гройсманом, в конце концов, в чем проблема? И я не вижу, ну все, уже можно не кричать Аваков, черт. Давайте объединяться во имя решения проблемы. Какие нахрен резиновые свинки? О чем вы говорите? Вы посмотрите. Вы видели на банковой вот этого вот петуха, который сидит в луже, которую напрудил Зеленский? Вы понимаете, что Зеленский арестовал наших, наших с вами ветеранов, опять без доказательства вины? Я не суд, я не прокурор. Я не могу сказать, виноваты эти ребята в рэкете или не виноваты. Я могу сказать только одно, что я за справедливость, чтобы наказание и закон были для всех одинаковыми без исключения, чтобы гребенка закона чесала по всем без разбору их статуса. Меня, черт побери, бесит, что прямо сейчас предатель Украины, Медведчук, кум Путина, соучастник убийства десятков тысяч украинцев, который заматерел, зажирел, купил яхты, самолеты, пароходы, фактически ограбив страну. Он сидит, он наказан властью, персональным личным отдыхом на супер пятизвездочном курорте. У него огромный дендропарк, там с редкими растениями. У него личная оранжерея, у него личный спа-салон, личный бассейн, личный там тренер по фитнесу, да. У него личный повар готовит из продуктов, которые ему везут из-за границы самолетом. Оксана Марченко перелистывает каталог, выбирая с муженьком цвет нового Бентли эксклюзивного. Вот наказан Зеленским, Медведчук, вот это наказание, причем ни копейки залога он не внес. А ребята сидят в камерах и жрут баланду. Вот это меня бесит. Вот эта разница, мне кажется, неправильной. Вот то, что я описывал про Медведчука, так, так должен выглядеть реабилитационный центр для ветеранов, а не наказание Медведчуку. Вот я против чего, вот эта лужа, в которой сидит петух Зеленского, которого вы видели на Банковой. Вот что меня возмущает. Вот, черт побери, что меня бесит. И я хочу сказать, когда Зеленский начинает врать, что вот, дескать, и его команда, что они превентивно посадили ветеранов в тюрьму, чтобы они не скрылись. Зеленомордая ты дубина тупая с юридическим дипломом. Ты свою харю тупорылую хрипатую в зеркале видел? От таких чмошников, как ты, ветераны не бегают, они не убежали от российских агрессоров. От тебя, чувырла квартальная, у тебя завышенная самооценка. Ты, которого гугл животворящий официально на своих картах обозначил, как место, где живет маленькое зеленое чмо. От таких, как ты, пацанам бегать западло. И потом, Вовочка, ну что ты, ну что за детские иллюзии? От таких стрючков вонючих квартальных кривотупорогульных ветераны не бегают. Ты смотри, чтоб тебе еще от них не пришлось побегать. Потому что есть все шансы, потому что Вова Зеленский по количеству уголовных преступлений уже обогнал Януковича. Я не говорю по качеству, как минимум по количеству, но он, который наплевал на Конституцию, он гарант Конституции самоустранился, я в который раз говорю. Ребята, если у нас гарант Конституции сбежал от своих обязанностей, то обязанность быть гарантами Конституции ложится на нас с вами. И в этом месте это даже это хрипатое чудо скажет. Да, есть такое тревожное ощущение, да, в одном месте посвербливаем, да, что очень даже может быть, что скоро-таки за вами не заржавеет.